Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и я продолжаю рассказывать о чудесах в Сидмейерс Цивилизейшн 5. Сегодня у нас будет две эры, потому что чудес осталось мало. Атомная эра и информационная, и всего пять чудес в этой серии. Начну с Пентагона. Как ни странно, когда вы строите Пентагон, он выглядит как пятиугольник, потому что, собственно, Пентагон с греческого так и переводится как пятиугольник. С одной стороны, типа, интересное чудо, потому что снижает стоимость апгрейда военных юнитов на 33%. Более того, по-моему, в автократии есть, к примеру, такая же социальная политика, которая снижает стоимость апгрейда. Но проблема в том, что вот в этих эрах, когда вы сюда выходите, почему-то, я, кстати, интересный вопрос к создателям Цивы, почему-то стоимость апгрейда не так уж и велика. Вот что мы тут можем апгрейдить? Мы можем парашютистов в XCOM апгрейдить, но оно стоит всего лишь 40 золотых. Если у вас к этому моменту такие реально проблемы с экономикой, что у вас не будет денег на апгрейд 10 парашютистов, то я очень сомневаюсь, что вы сможете победить. Самолеты апгрейдятся, вот бомбардировщики и прочие в стелсы и в файтеры 75 золотых. Пехота вообще вот в моторизованную пехоту за 10 золотых апгрейдится. Поэтому вот эти 33% снижения, ну оно по-хорошему, ну да, неплохо. Но если у вас есть, если вам необходимо строить армию, то тратить время на Пентагон, по-моему, не очень интересно. Я уже молчу о том, почему здание, военное здание приносит 2 очка великих торговцев. Мне действительно тоже это не очень понятно. Поэтому лично я Пентагон практически никогда не строю. Использовать для него великого инженера, так великого инженера вы должны произвести в городе. А в это время, как бы, наоборот, на науку все упор делают. То есть веру тратить на инженера уже неинтересно, тем более, если вы его хотите на Пентагон потратить. И тут обычно все переставляют великих людей так, чтобы родился ученый, а не инженер. Так что Пентагон как бы и интересное чудо, но вот в данный момент игры оно уже не сильно влияет. Так что я это чудо не строю. Дальше у нас идет великий фаервол. Почему дальше? Потому что вот в нижней ветке, обычно, где идут в стелсы и в экскомы, как раз находится Пентагон, а потом в компьютерах сразу великий фаервол. То же, как и Пентагон, по-моему, в данной эре уже ненужное чудо. Что оно делает? На 99,9% снижает эффективность вражеских шпионов в том городе, где он построен, а во всех остальных городах на 25% снижает. Кроме того, отменяет бонус туризма в других державах от интернета. Вот, чтобы вы понимали, не просто туризм отменяет, а именно от интернета. Тот, кто вышел в технологию интернет. Понимаете, вот к этому моменту, когда вы выходите в этот великий фаервол, по-хорошему, уже красить-то особо и нечего. Если вы очень далеко впереди по технологиям, то вы уже в любом случае победите, потому что тут слишком крутые юниты. Если у вас одна-две технологии там впереди, то тут более важно ученых создавать и их использовать, чем перекрывать соперникам возможность что-то у вас украсть. Тем более, что у вас тоже сидят шпионы там где-то. То есть, опять, такое чудо, ну его, в принципе, можно построить, а с другой стороны, оно не дает никаких ощутимых преимуществ на этом этапе. Вот если бы оно было хотя бы, ну, примерно, что-то такое, вот так я фантазирую, например, если бы у нас был не великий фаервол, а какое-нибудь чудо-шифровальная машина Энигма, да, которая снижает эффективность шпионов. И она бы появлялась в индустриальной эре. Вот это было бы крутое чудо. Тут вот шпионы прям работают очень круто. Они могут и динамит украсть, и научную теорию, электричество украсть. Это все очень такие неприятные технологии, не хочется их отдавать. Или там самолеты. Вот если бы это чудо в индустриализации было, было бы классно. А в информационной эре, там в атомной эре строить эти чудеса, когда по-хорошему надо либо армию строить, либо части космического корабля, ну как-то странно. Поэтому я это чудо, опять же, не строю. Да, не показал, как оно выглядит при строительстве. Вот, вот этот великий фаервол. Но, опять же, что Пентагон, что за этим чудом, вот в этих стадиях игры никто не следит. Ну, блин. Ну, обгонят меня с великим фаерволом, ну и фиг с ним. В верхней ветке, если вы пойдете в бомбоубежище, ну или вообще, если у вас морская нация, есть неплохое чудо Сиднейская опера. Ограничение строится оно только в прибрежных городах. То есть, города должна быть, должен быть на море, ну и выглядит очень так конкретно. Вот оно. И очень хорошо видно, что если кто-то строит Сиднейскую оперу, вы увидите. Но, опять же, на этом этапе игры в основном все чудеса строят инженерами. Так что я не думаю, что стоит за ними внимательно наблюдать. Чем хороша Сиднейская опера? Это бесплатная социальная политика и плюс 50% культуры в этом городе. Особенно, если у вас морская держава, соответственно, у вас, скорее всего, столица на море находится. Там куча культуры. И плюс 50% очень неплохо. А если там плюс к этому еще Альгамбра, плюс к этому Сикстинская капелла, то куча культуры просто в ход начинает даваться. Ну и два слота для великих работ музыкальных. Это не самое классное, что может быть. Но, в принципе, для туристической победы просто обязательное чудо. С другой стороны, стоит ли его строить прям? Лично я 50 на 50. То есть, даже если я морская нация, то 50 на 50, потому что и так в это время много чего можно построить. Но, в принципе, бесплатная социальная политика и увеличение прихода культуры, это никогда не бывает лишним. Так что, думаю, что это неплохое чудо. И если есть возможность, то стоит построить. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке Двагис. Двагис — международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии Двагис, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Компания входит в десятку крупнейших в России по версии Forbes, а также в десятку лучших работодателей по версии Headhunter. Заходите на двагис.ру и скачивайте карту интересующего вас города под любую платформу Двагис, если быть точным. Если вы дальше идете по верхней ветке, особенно вот в бомбоубежище, нет у вас урана, вам надо построить бомбоубежище, то тут, в принципе, неплохое чудо CN Tower в российской локализации называется Шаболовская башня почему-то, целевышка. Ну, каждый кулик хвалит свой шесток, как-то я неправильно, по-моему, сейчас поговорку сказал. Вот это неплохое чудо, потому что дает во всех городах, во всех ваших городах вообще бесплатные телетрансляционные вышки. Кроме того, плюс одно население и плюс одно счастье за каждый год в каждом городе. Ну, это, может, не так классно, но все равно каждый житель — это все равно какой-то ресурс. Вы можете какую-то клетку обрабатывать, да, то есть, как вы понимаете, вот эта башня очень неплохая, если у вас действительно много городов, там кого-нибудь захватили, городов 6, 8, 10, плюс 10 жителей за один ход — это прикольно, и счастье тем более дает. А телетрансляционная вышка, я вам напомню, это плюс 33% культуры к культуре в том городе, где она построена. Так как у вас она будет сразу построена во всех городах, они будут построены, причем бесплатно, не будут требовать содержания к тому же, то плюс 33% к культуре, если вам срочно надо какую-нибудь идеологию, не идеологию, а социальную политику какую-то принять, там она вам поможет в войне или еще что-то, это очень неплохой выбор. Тем более, что по пути в основном оно, вот видите, в бомбоубежище, тут очень многие идут, потом и физика частиц дальше будет. Так что 50 на 50. 50 на 50, потому что все-таки в этот период очень много войн идет, либо строительство космических кораблей, и как-то отвлекаться на чудеса уже не особо хочется. Но вдруг, если у вас там внезапно лишний инженер завалился, который не нужен, да, или у вас действительно много городов, и в каких-то вам не нужно ничего строить, то вот эта сен-башня, в принципе, очень даже неплохая, и даст неплохие бонусы. Ну, а самое любимое, самое популярное чудо в эту эпоху, вот его практически все строят, и я его тоже рекомендую строить, это телескоп Хаббл. Чем он хорош? Ну, во-первых, он всегда по пути, потому что находится в спутниках, их любит открывать, потому что вы сразу всю карту увидите, тут и части для космического корабля, и тут недалеко до XCOM-ов, правда, спутники не нужны для того, чтобы XCOM-ов открыть, но рядышком, да, все равно ракетостроение вам надо открывать. И Хаббл дает очень неплохие бонусы, такие бонусы даже, что уже в сетевых играх его немножко ограничивают. Он дает двух бесплатных ученых, представляете, в этот момент появляются два бесплатных ученых. И более того, бесплатная фабрика по производству космических кораблей, которая на 25% убыстряет строительство космических кораблей. Собственно, потратить инженера на это чудо – очень неплохая идея. У вас на четверть, на четверть убыстряется строительство космических частей для космического корабля, и два ученых, благодаря которым вы можете быстро выйти еще в другие технологии. В сетевых играх, например, уже практически всегда мы играем так, что с Хаббла нельзя... Некоторые играют, что вообще его нельзя строить, но я считаю, что это неправильно, потому что все-таки это такое чудо неплохое, и должно быть в эту эпоху... в эти эпохи должны быть чудеса. Просто надо запретить сжигать, в кавычках, естественно, ученых с Хаббла. Их надо обязательно посадить в академии, чтобы они не давали сразу большой прирост, сразу большой скачок в науке. А так вообще, конечно, практически обязательное чудо для строительства, тем более у вас наверняка тут будут уже инженеры к этому моменту. Два ученых никогда не помешают, даже если они сидят в академиях. Так что настоятельно рекомендую. Ну и, честно говоря, показывать, как оно выглядит при строительстве, нет смысла, потому что его все равно надо строить инженером это чудо. Никто не будет сидеть там пять ходов ждать, пока Хаббл построится. Пока вы его строите, кто-нибудь другой обязательно инженером его ускорит и построит. Хаббл строит, да, ради науки, ради ускорения строительства частей космического корабля. Ну, на этом все по чудесам, однако это не последняя серия. Я еще сделаю серию про национальные чудеса. И про них расскажу отдельно будет серия. А так вот об обычных чудесах на этом я считаю свой гайд завершенным. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что до свидания до конца. Удачи и играйте в умные игры. Удачи!